как оказалось я допустил большую ошибку при тестировании rock phone 7 ultimate на прочность позже мне подсказали что глубоко в настройках есть функция чтобы открыть лючок без использования аксессуара наверное в тот момент я не думал что есть иные методы его открыть кроме как силой свете данной информации я решил начать с нового листа rock phone разберись рог фон разберись пожалуйста ну что ж видимо иногда сила это единственный вариант начнем с некоторые скажут что смартфон за 1500 долларов это слишком позвольте я перефразирую я более чем уверен что все в том числе их собаки знает что этот смартфон уже перебор и при этом узнать как он работает изнутри будет особенно интересно тепло наш лучший друг при снятии задней крышки при всех его лючках динамиках и игровых кнопках rock phone 7 ultimate имеет сертификат влагозащиты ip54 к сожалению из-за избытка скруглений стекла или слишком прочного клея или просто моего энтузиазма я все же расколол заднюю крышку прямо над этим прикольным двухдюймовым экраном учитывая сколько у нее изгибов и вырезов это должно было случиться так или иначе учитывая как глубоко мы собрались залезть в этот смартфон вряд ли это будет единственная поломка отделив то что осталось от задней крышки мы также отсоединяем шлейф маленького дисплея похоже что сам маленький дисплей гибкий а задняя крышка придает ему жесткость интересное решение первый взгляд подтверждает то что мы узнали в прошлом году тут три раздельных платы и две отдельные батареи все это расположено так чтобы обеспечить сбалансированное распределение веса я откручу 6 крестовидных винтов разной длины удерживающих нижнюю пластину которую теперь можно снять верхний пластик и верхний динамик держится на четырех винта по обзорам других ютуберов я понял что динамики на rock phone 7 ultimate очень очень громкие и как мы видим они содержат пенопластовые шарики внутри они дают звуковым волнам больше поверхности для отражения и позволяет динамику звучать гораздо громче чем он мог бы без них дальнейшая разборка становится все безумнее разные части смартфона переплетены друг другом шлейфами и их сложно распутывать в центре располагается бутерброд из плат который держится на шести винтах открутив их снимаем металлический экран жаль что самые красивые детали спрятаны в самом низу и сейчас мы уже можем начать распутывать джунгли из шлейфов тут есть удлинители которые соединяют средней платы с нижними любопытно что у них вокруг коннектора нанесена клейкая лента чтобы они точно не отсоединились далее я вынул лоток sim карты и отсоединю еще 4 коннектора шлейфов чтобы вынуть нижнюю плату на ней располагается золотой микрофон на одной стороне и разъем для наушников на другой палец вверх за это впереди еще 11 шлейфов которые нужно отсоединить и еще два винта в верхнем углу рядом с камерой это точно не самый легкий в разборке и сборке смартфон еще один интересный факт что самая маленькая 5 мегапиксельная макро камера даже не подключается к плате напрямую она подключается через проставку которая имеет столько же контактов сколько на материнской плате так что это даже не какой-то адаптер а просто чтобы приподнять камеру до нужного уровня в корпусе прямо разъем обманка был бы этот смартфон побольше я бы просто удлинил шлейф вместо того чтобы вставлять разъем в разъем в разъем также интересно что на устройстве за 1500 долларов обе камеры основная на 50 мегапикселей и ультраширокая на 13 мегапикселей не имеет стабилизации это весомый минус вынув основные модули камеры смартфона мы можем вынуть сэлфи камеру с ее маленькой платой что дает нам более удобный доступ к извлечению батареи которую к сожалению все равно нужно выковыривать из корпуса немного спирта поможет ослабить клей потому что приклеена она на совесть и даже после того как я ее отклеил ее нельзя вынуть потому что она соединена шлейфом идущим под материнской платой к другой батареи еще один пример переплетения компонентов есть еще два винта крестовой и проставочные которые находятся рядом с люком аэроэктив охлаждения даже учитывая что мы выкрутили все винты смартфона плата все еще никак не желает покидать корпус но я вспомнил что есть еще два винта под лючком к сожалению телефон сейчас не включить чтобы открыть его приводом к счастью нас такое никогда не останавливало под лючком находится два винта torx 4 и как только я их выкрутил весь узел с лючком вынимается из корпуса единым целым открывая для нас довольно интересные внутренности ребра которые находятся под защитным лючком довольно основательные их трудно будет погнуть случайным образом это довольно толстые медные ребра но пока мне не видно к чему они крепятся ведь как мы знаем они могут быть просто декоративной бутафорией красиво да но полезность все еще предстоит определить лючок двигает малюсенький моторчик в самом низу конструкции который вращает несколько шестеренок чтобы открывать и закрывать лючок asus заявляет что его ресурса хватит на 40 тысяч итераций ну не в моем случае конечно ведь мой лючок уже свое отхлопал но 40 тысяч итераций это довольно внушительный ресурс погружаясь глубже в поисках испарительной камеры мы наконец-то вынимаем материнскую плату у которой на удивление снизу намазано немало синей термопасты своих премиальных смартфонах asus использует хороший термо компаунд из нитрита бора чтобы передавать тепло от процессора на испарительную камеру и учитывая количество и густоту термо компаунда тут немалое расстояние чтобы вынуть вторую батарею также потребуется ее отколупать при помощи спирта но наконец-то обе батареи полностью извлечены из корпуса каждая батарея имеет емкость 3000 миллиампер часов что в сумме дает 6000 две батареи связаны друг с другом также как были связаны батареи в том macbook pro что мы недавно разбирали и вот мы на распутье сейчас мы все еще можем собрать смартфон обратно и он даже будет работать либо мы можем добить то что осталось чтобы добраться до испарительной камеры в корпусе смартфона помимо испарительной камеры еще остался вибромотор и нижний динамик ну что ж давайте добьем его обычно испарительную камеру располагает между экраном и корпусом смартфона так делает самсунг так делает ван пласт так делают все кто использует испарительную камеру они ставят ее под экран потому что на удивление это лучшее место для отвода тепла тонкий олед или амолед экран лучше пропускает тепло чем платы или аккумуляторы отделив экран мы можем надавить на ребра и испарительная камера отделяется от корпуса поверх испарительной камеры наклеена графитовая пленка графит помогает в охлаждении но выглядит он не круто так что мы его отдерем и выкинем чтобы все выглядело круто и так вот и она система охлаждения смартфона стоимостью 1500 долларов испарительная камера уже не является уникальной или удивительной но ребра жестко приделаны к ее поверхности действительно является новшеством которого мы еще не видели и они наверняка действительно помогают рассеивать тепло ну как минимум когда через них дует воздух asus заявляет что эта система охлаждения эффективнее на сто шестьдесят восемь процентов вам придется очень долго играть в angry birds чтобы так нагреть смартфон или поймать всех покемонов разом я не очень в курсе чем занимаются дети на смартфонах в наше время но в любом случае здорово видеть как asus привносит инновации и я думаю им не следует останавливаться нажмите f чтобы почтить память моего rock phone 7 ultimate сейчас он играет в баталии в лучшем мире большое спасибо за просмотр перевел и озвучил для вас мистер бигмен не забудьте поставить лайк и написать комментарий под этим видео это помогает продвигать мои видео топы рекомендаций а также подпишитесь на мой канал и канал зак джерелик